Здравствуйте! Задача любого губернатора России – отчитываться о благоденстве, чтобы наверху знали, у него все спокойно. Но обеспечение покорного молчания – это должностная обязанность, за нее не наградят. Примут к сведению, учтут на будущее и не вспомнят без надобности. А если хочется выслуги, поощрения, ордена, требуется подвиг. У губернатора Калужской области Владислава Шапши тяжелая наследственность. От предка губернатора Артамонова достался местный Детройт. Два завода, но с широкими полномочиями – «Фольксваген», «Шкода», «Митсубиси», «Ситроен», «Пежо», «Опель». В нынешнюю войну они все погибли. И вместо благоденствия выяснились обескураженные рабочие, голодные обмороки и неизбежное возвращение из города обратно в деревню. Половина Калуги, ушедшая по стране большим тиражом недовольных, грозила оглаской. А ведь у Путина постельничьих заготовлено на каждую губернию по две штуки. Вся личная охрана готова служению Отечеству в должности губернатора. Заменят быстрее, чем успеешь внятно поклясться. Поэтому Владислав Шапша бросился возрождать Детройт, на ходу сочиняя отчеты благоденствия. Партнеры выявлены, инвестиции обнаружены, заводы реанимированы, вот-вот оживут, буквально на днях возобновят работу. И так целый год. Если бы молчал, никто бы ничего не понял. Ведь пока в Калуге тихо, на нее плевать. Это не московского ранга проблема. Губернатору виднее. Но раз Шапша весь год тихонько подвывал собакой Баскервилли на болотах на автомобильную тему, сверху начали задавать вопросы. Тут, как назло, никому не нужен завод «Фольксваген». Сколько китайцев на него не заманивали, ни один не прелестился. И вроде бы завод пару раз продали, и покупатель свой надежный «Авелон» под прокурорскими ходит. Да только результата никакого нет. Так ведь еще и завод по СМА. Митсубиси, Ситроен, Пежо, Опель вот-вот плесенью покроются. А Шапша обещал, что все в этом году откроет, возобновит, запустит. И вот, наконец-то, благая весть, внезапно заработал завод по СМА. Рабочие вернулись из окрестных колхозов, растопили печь, смазали конвейер, и пошла готовая продукция. Калужский завод по СМА выпускает кроссовер методом крупноузловой сборки. Автомобиль востребованного типоразмера, наиболее популярного класса, приемлемой цены. А что за машина? Марка какая? Модель? Ну, это машина. Она тут собирается, скоро поступит на постконтроль, оттуда на склад. Как называется? Ну, это кроссовер, он очень популярный, у него российский ВИН, хорошие рыночные перспективы. Так что за машина-то? Ну, как обещал Владислав Шапша, завод возобновил производство автомобилей. Примечательно, что в первый день работы завода сообщалось о личном присутствии губернатора на старте производства, но к вечеру про губернатора стали забывать, утром никто из прессы не мог вспомнить, был ли мальчик. Обещанная красная ленточка из сообщения тоже удалилась. И нет ни одной фотографии торжества, возрожденных колхозников и готового автомобиля. У всех либо кадры с готовой рамой от пикапа Mitsubishi L200 двухлетней давности, либо какая-то блондинка на фоне неизвестного капота. Так вот, впервые в истории России, впервые в мировой истории. В городе Калуга 19 декабря 2023 года заработал завод по выпуску «Ничего». Рабочие пришли на предприятия, встали на места, включили конвейер, взяли в руки инструмент и упорным трудом не собрали ни единого автомобиля, ни одного агрегата, никакой детали. В результате работы они не сделали ничто. Целый завод, работающий никак, по выпуску «Ничего», для продажи «Никому». Настолько изобретательных губернаторов в России еще не было. Почему есть такие страны, где люди сами по себе, а результаты их труда сами по себе? Вроде не бездельники и могли бы жить. Когда эти люди что-нибудь изобретают, у них получается отлично, порой лучше в мире. Когда они реализуются у себя дома, получается либо невыносимо, у Бога непотребно, либо не получается вовсе. В этом смысле хинди-руси, пхай-пхай, русский с индусом, братья навек. Сами по себе русские могут придумать такое, до чего в мире не догадаются. Но у себя дома реализовать это не получится, максимум лада-гранта. Индусы такие же. И шахматы придумали, и в космос полетели, и изобрели всего вдоволь, снабдив половину мира. К тому же на сегодня это отдельный сорт людей. Лучшие управленческие кадры из Индии. Но как только они собираются сделать что-нибудь полезное у себя дома, получается тата-нано. Автопром Индии удивляет и печалит. За что ни возьмись, получается, как в России. Нелепо, убого, отстало. В других отраслях Индия умудряется двигаться вперед, в автопроме только вспять. Не помогают ни филиалы иностранных компаний, как, например, главный автостроитель Индии Марути под присмотром японской Судзуки. Не складываются СП, когда приходит Мерседес, его технологии, машинокомплекты, персонал. Результат такой, что никто не покупает. То есть в Индии автомобили не получаются ни при каких обстоятельствах, ни своими силами, ни иностранными. Убогая тата делает корявые автомобили вчерашнего дня в широчайшем диапазоне. Грузовики, автобусы, легковые машины, электромобили. Ничего не получается. Стыдно за каждую машину. Но тата владеет английским Ягуаром и Лендровером. И там получается все. Успешные автомобили, за которыми тянется только финансовый след Индии, в остальном они приличные. И с жителями такая же ситуация. У себя дома они проигрывают в сравнении с уехавшими. Как только удается покинуть Родину и попасть в питательный раствор европейской цивилизации, тут же успех, процветание, результативность. То же самое с покинувшими Россию из-за родного забвения к всемирной славе. Дженсел Инжиниринг – индийская энергетическая компания. Они одни из лучших в мире по солнечным батарейкам. Могут развернуть электрические поля в любой стране, засеяв их солнечными зайчиками. Переуспели у себя дома. Электрифицировали солнышком соседей. Фирма свежая, всего лишь 2007 года. Быстрая в действиях и решительная в намерениях. И пока она занималась энергетикой, то есть работала вдали от автопрома, у нее все получалось. Но как в России, так и в Индии, если захотелось гордиться, то необходим автомобиль. Чтобы обратить на себя внимание, предъявить успех, похвастаться достижениями, статьи Forbes мало. Небрежно помахивая роликсом, требуется машина, на фоне которой все станет ярче и очевиднее. И вменяемая фирма Дженсел Инжиниринг заявляет о новой затее, решении вляпаться в автопром и только так объяснить всем вокруг, какого уровня они достигли. Машину Дженсел ЕВ они затевают непременно убогую. Она сразу должна быть неполноценной, соблюдая местные правила автомобильного строительства. Самое главное – три колеса. Так убожество выглядит нагляднее. Электромотор, без запаса хода, только 200 километров. Максимальная скорость электрического тук-тука – 80 км в час. Внутри искусственный интеллект, андроид. Цена наравне с русской «Ладо Гранта». Почему вменяемая, богатая фирма хочет непременное убожество? Потому что в Индии так принято. Национальная особенность – автомобиль непременно должен быть ужасным. Объяснить, как получилось, что две такие разные страны пришли к одинаковому автопрому, невозможно. Зато прав был Хрущев. Хинди, Руси, пхай-пхай. Рольф – один из крупнейших дилерских холдингов России. Он появился до официального развала СССР и был одной из структур, созданных под присмотром 2-го главного управления КГБ, ответственным за контрразведку. Дело в том, что на излете советской власти страны соцлагеря внезапно начали засылать своих разведчиков в Советский Союз, чтобы понять, насколько серьезно русские вздумали отклониться от прежнего курса, сколько еще осталось времени на спешное достраивание социализма и каковы перспективы остаться на кормлении Москвы. Особенно усердствовала Северная Корея. Ей без Советского Союза не жить. И Пхеньян начал очень активно прикидываться прорабам перестройки, поддерживать совместные предприятия и открывать капиталистические бизнесы. В Москве наиболее заметными стали ресторан Пхеньян и невинанный для Советского Союза и тем более для Северной Кореи Рентакар – прокатная фирма Розаккар. Социалистические корейцы, сыгравшие в капиталистическую аренду автомобилей, озадачили. Но в противовес корейской разведке КГБ внедрило своих контрразведчиков, распорядившись силами второго управления имитировать бизнес. Одной из ключевых фигур Розаккара с советской стороны стал Сергей Петров. У него оказалась подходящая биография бывшего военного в умелой дозировке антисоветизма. Занимаясь прокатом, Петров предложил вместо разномарочного автопарка сделать ставку на одну фирму, например, Митсубиси. Но Розаккар был не лучшим прикрытием разведки Северной Кореи. Все шпионы быстро очутились под колпаком и вкладываться в развитие проката советская сторона посчитала излишним. А идею с одномарочным бизнесом поддержала, изменив конфигурацию до уровня официального дилера и создания компании «Рольф». У КГБ, затем у СВР разных бизнесов очень много. Разведчики всегда нуждаются и в легенде, и в валюте. И свежее направление автомобильного бизнеса контрразведке весьма приглянулось. Поэтому среди автомобильных дилеров страны очень многие компании с тех пор принадлежат ФСБ, что со временем привело на автомобильный рынок и остальных силовиков, включая Генеральную прокуратуру. А ввел он как раз из тех, кого крышует Генеральная прокуратура. «Рольф стал лучшим, научив страну цивилизованной продажи автомобилей, гарантийному обслуживанию, нормальному сервису, уважению клиента и определил стандарты в отрасли. Рольф сделал обладание автомобилем безопасным и необременительным». Петрову и Рольфу многое прощалось. И депутатство, и английский директор, и собственные корейцы, на этот раз южные с Хёнде, и умеренная оппозиционность. Сотрудник конкурирующего ведомства ГРУГШ Владимир Резун очень подробно описал девиз советских силовиков «Вход рубль, выход два». Петров знал, что уйти не дадут, и отход готовил долго и заранее. И чем активнее Петров отходил от дел, тем уязвимее становился бизнес, и тем больше появлялось желающих прибрать Рольф к рукам. Ровно настолько, насколько Петров переставал быть своим и становился чужим, ровно настолько остальные силовики увеличивали натиск. Своего не трогают, чужого едят. Активнее всех оказался Авелон. Крыша Генеральной прокуратуры обеспечивала безопасность. В феврале 2019 года владелец Авелона Александр Варшавский перешел в наступление и попытался купить Рольф, который не продавался. За несогласие летом 2019 года против Сергея Петрова и топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело. Объявлена требуемая сумма отката и взят в заложники член Совета директоров Анатолий Кайро. Петров скрылся в Австрии и защитился намерением о сделке с холдингом «Ключ авто». Заложник Кайро получил 8,5 лет колонии. 22 декабря 2023 года Путин подписал указ о раскулачивании Сергея Петрова и передаче Рольфа Росимуществу. Росимущество тут же назначило генеральным директором Рольфа заранее заготовленного операционного директора Авелона Алексея Гуляева. Авелон давно мечтал получить Рольф, и Путин его отобрал у Петрова и подарил Варшавскому. В произошедшем сильнее всего удивил сам Путин на подхвате у генеральной прокуратуры крышующий раскулачивание. КАМАЗ изобрел двигатель. Современный, совершенный, экологичный, безупречный. У него Евро-5, временами Евро-6 и КПД 50%. На заводе гордятся. Таких в мире всего четыре. У КАМАЗа, швейцарского Липхера и два у китайцев. Находясь под санкциями, не прекращая интеллектуального штурма, вопреки тяготам военного времени, коллектив завода смог придумать мотор и наладить его производство. Это настолько весомо, важно и показательно, что очнулся премьер-министр Мишустин и наградил КАМАЗ премией правительства, выписав к себе для награждения Ирека Гумерова, директора по развитию КАМАЗа. Ирек примчался, получил грамоту, сфотографировался с мемориальным Мишустиным и сообщил немного не по-русски. Двигатель, который мы представляем, их всего несколько в мире в таком классе, это топ-мировой уровень. Мишустин в ответ пообещал всестороннюю поддержку со стороны партии и правительства. Хочу вас заверить, что мы и дальше будем делать все необходимое для поддержки отечественной науки, для того, чтобы поддерживать научные школы, научные институты, инженерные школы. Скептики посрамлены? КАМАЗ продемонстрировал состоятельность и дееспособность? Страна получила изделие, опередившее время. Что за мотор изобрели на КАМАЗе? На КАМАЗе изобрели швейцарский двигатель от трактора Liebherr D946. Изобретать его начали 10 лет тому назад, в 2014-м, купив у швейцарцев. Тогда завод очень активно брал швейцарские моторы от карьерной техники для гоночных машин КАМАЗ-Мастер и параллельно уговаривал Mercedes-Benz сделать в набережных челнах семейство перспективных русских грузовиков КАМАЗ-К5 на импортных комплектующих. Хотелось получить от немцев и швейцарцев машину по евро-5 и евро-6 на случай снятия санкций и перспективного выезда российских дальнобойщиков в закрытую для них Европу. Но первым делом КАМАЗ пошел покупать мотор у главного на земле создателя двигателей, австрийской АВЛ. Австрийцы попросили денег и пять лет, но у русских всегда нужно завтра, а лучше вчера. Хотя Европа закрыта для русских тягачей на десятилетия в набережных челнах спешили. И от АВЛа побрели к Liebherr в надежде, что так выйдет и дешевле, и быстрее. Со швейцарцами пили давно, с австрийцами нет. Liebherr пообещал за три года. Разница между австрийскими и швейцарскими моторами очень большая. Австрийцы умеют создавать новейшие моторы под любую задачу, под любой автомобиль. Но у швейцарцев были уже готовые моторы. Во-первых, они для карьерной техники. Во-вторых, не жнивальные на штангах. Это технология столетней давности. Для бульдозера сойдет, для грузовика не очень. Зато цена сходная. Ведь каждый рубль КамАЗа из кармана налогоплательщиков. То есть за неумение делать моторы платит вся страна. Поэтому требуется экономить. Швейцарцы свою часть контракта выполнили. Русский мотор изобрели. Технологии производства передали. Что такое дизель и как он работает, объяснили. По планам, в 2017 году КамАЗ собирался приступить к серийному производству двигателя с красивым названием 910.10. Максимально используя российские комплектующие, например, бронзовые вкладыши увеличенного ресурса отечественного производства из Америки компании Federal Mogul. КамАЗ не подвел. Обещание начать производство в 2017-м выполнил, собрав первые моторы в 2019-м. О чем в 2023 году узнали в Кремле и наградили авторский коллектив изобретателей из набережных Челнов. Самых страшных машин в мире было две. Фиат Мультипла и Пантеак Ацтек. Обе канули, оставив тягостный след и недоумение. Обе создавались дизайнерами. Их облик обсуждался на совещаниях. Обе получили одобрение и серийное производство. Обе подорвали финансовую устойчивость компаний. Пантеак после Ацтека скончался, и такой фирмы больше не существует. Хотя прежде Пантеак был одним из самых блистательных в мире, вошедшим в учебник по истории автомобилестроения многими моделями, среди которых основоположник класса маскалкаров – Пантеак ГТО. Мультипла 1998 года Фиат уничтожить не смогла, но крест на погост аккуратно привезла и положила рядом с могилой, ставшей заметно глубже в период производства этой модели. Первую машину с этим именем 1956 года никто не помнит. Ее сделали из Фиата 600 и умело замаскировали под нормальную машину, после чего она стала похожа на всех вокруг, но только слегка больную. Окончательная мультиплан номер 2 1998 года прикинуться слегка нездоровой не сумела и, очевидно, выглядела недолеченным кадавром. Некрасивых машин было достаточно, конечно, и без них. Сузуки Лиану, например, тоже вроде бы делали дизайнеры. И ведь Санг Йонг Родиус тоже не сам по себе случился. Его придумал английский дизайнер Кян Гринли, предварительно размявшийся на еще одном пугающем автомобиле Санг Йонг Актион. И японская Хонда Инсайт, ну, в общем, тоже не шедевр. Отечественный автопром в параде уродов не участвовал. Заявить, конечно, можно было бы Луас 969-69 года, дощатый скворечник, похожий на упражнение начинающего жестянщика по теме сказок Пушкина «Старуха у разбитого корыта», ну, еще, пожалуй, ИШ-2125 «Комби», первый советский хэтчбэк 73-го года, ну, и еще серпуховскую мотоколяску С1 52-го года. От больших падений, как и от больших взлетов, автомобильную промышленность Советского Союза страховал колумбарий членов ЦК КПСС, утверждавших облик балерин, печенья, автомобилей, холодильников. Поэтому в стране все было неярким, иногда более удачным, иногда менее удачным, но гарантированно усредненным и невыдающимся. Неприглядные автомобили случались лишь в порядке эксперимента и не имели шанса на серийный выпуск. Например, весь «Долматовский», его на Ми-013, на Ми-050 «Белка», ну, или электромобиль 48-го года на Ми-750 по кличке «Циклоп». Под конец 2023 года Россия все же одумалась и предъявила миру проект «Янтарь», он же на всякий случай «Амбер», мгновенно ставший абсолютным победителем конкурса «Самый уродливый автомобиль человечества». Сдержанные немцы отметили, оказывается, всегда может быть хуже. Благодаря «Янтарю» пьедестал теперь обрел законченность. Русский «Амбер» на первом месте, итальянская «Мультипла» на втором, американский «Ацтек» на третьем. «Янтарь» — это не совсем автомобиль, это даже не концепт-кар, это так называемый носитель агрегатов, «Мул». Он создан в бывшем Московском автомеханическом институте, входящем сейчас в Московский политехнический университет. Электромобиль сделан для дорожной проверки идеи агрегатов, конструкций под будущую продуктовую линейку Калининградского автотора. После исхода всех иностранных резидентов Калининградского автокластера, автотор заявил, что создаст собственный электромобиль и начнет его производство. «Росатом» под него купил южнокорейского производителя литий-ионных батарей. А московский политех взялся за конструирование, и когда количество наработок превысило площадь письменного стола, начал строить носителя агрегатов. Дизайн «Янтаря» не имеет никакого отношения к облику будущего автомобиля, в этом смысле значения не имеет. Но дело в том, что у политеха есть кафедра дизайна. Ее выпускники пользуются отменным спросом по всему миру. Делать красивые машины они умеют. К тому же на территории политеха располагается готовый к сотрудничеству гениальный Алышев и его Алэву. То есть никуда ходить не надо. Все грамотные, опытные, умеющие есть в наличии. Носителю агрегатов простительно быть некрасивым. Московскому политеху, сотворившему подобную жуть, нет. Недопустимо при наличии кафедры автомобильного дизайна создавать самого страшного урода 21 века. Трудно определиться, что теперь уместнее. Поздравление или соболезнование? Первые автомобили не очень умели ездить, но неплохо продавались, потому что ими получалось отлично похвастаться. Прекрасно сшитый костюм, бриллиантовая заколка, золотые часы были не столь очевидны, как автомобиль. Его все видели, все понимали стоимость, все реагировали на неординарность. Как повод для обозначения превосходства автомобиль был идеален. И первые годы он был максимально индивидуальным, второго такого не было. С тех пор в людях навсегда сформировалось несколько привычек. Во-первых, хвастаться своей машиной. Во-вторых, хотеть ее индивидуальности, что и породило тюнинг и толстые каталоги аксессуаров. Когда технологии и тиражи превратили автомобиль в ширпотреб и точно таких же машин стали миллионы, захотелось чего-нибудь непохожего и возникло желание переплачивать. Самый массовый автомобиль в мире – Volkswagen Juke. Тираж 21,5 миллионов автомобилей. Никакой индивидуальности. Всю жизнь одно и то же. 57 лет ритмичного производства неудачного автомобиля, ездить на котором очень сложно. Этот Volkswagen ничем не заслужил своей популярности и сегодня вызывает умиление лишь у тех, кто на нем никогда не ездил. Придумали его в период, когда индивидуальность стала наказуема. И за годы производства фирма Volkswagen с успехом доказала, что даже поднявшись на высокий уровень благополучия, можно оставаться серым, унылым и ровным, как немецкий асфальт. Но даже среди немцев изредка появлялись люди, полагавшие, что если Жук стал приговором судьбы, надо хоть немножко посопротивляться и как-то разнообразить существование. Поэтому даже для Жука начали появляться аксессуары. Редко, мало, плохо, но все же. Попытка, будучи даже немцем, даже за рулем Volkswagen, сдержанно намекнуть на стремление быть не как все. Самый редкий аксессуар к Жуку – кофеварка. Ее выпускала немецкая фирма Hertel. Это очень броская и красивая вещь. Ее установка в машине взрывалась революцией и обозначала крайнюю степень немецкого бунтарства – тайком ото всех варить в машине кофе. Конструкция была съемная, крепилась аккуратным кронштейном на передней панели в самом важном месте, где сейчас у современных машин располагается экран мультимедиа. Из нержавеющей стали, сверкающая, притягательная. Выпускалась в двух вариантах – на 6 вольт и на 12 вольт. Никакого выключателя, тем более разных режимов, у кофеварки не было. Ее напрямую втыкали в прикуриватель. И была красной лампочкой. Если загорелась, значит работает. Кофе предварительно насыпался в сетчатый стакан внутри. До современных домашних кофеварок с бумажным фильтром было еще далеко. И по способу приготовления эта штука ближе всего к заварочному чайнику. К кофеварке полагались две чашечки белоснежного фарфора. Чтобы во время движения они не падали, чашечки имели в донышке магнит и отлично держались. Когда кофе был готов, элегантный краник позволял аккуратно налить напиток и восхититься результатом. Выжившие немцы, отведавшие из аксессуара, сдержанно объясняют, что вкус был так себе. Но сам факт кофеварки в автомобиле восхищал настолько, что это не имело значения. Хертелла предлагала кофеварку за 65 дочьварок, что было дорого. Однако прагматичные немцы не спешили выходить из тени за такие деньги, массово предпочитая оставаться унылыми, как все. Поэтому кофеварку довольно быстро перестали выпускать. И на сегодня она является самым редким аксессуаром на Volkswagen Juke. Но не самым дорогим. Обычная цена на аукционе не превышает 1000 долларов. Потому что кофе она и вправду варит так себе. Современную историю литовских суперкаров начали моряки. Литва и прежде строила автомобили. Но теперь уровень поднят на максимальную высоту суперкаров. Автор проекта — конструктор яхт. Литовский инженер Вейас Паярскис из норвежской компании «Марекс Боц». Он много лет с успехом и удовольствием создавал яхты. Ходил на них по морям и во время недавнего плавания с другом Юлиусом Горнелисом пришел к пониманию, что пора сойти на берег и заняться чем-то более интересным. В норвежской компании его не поняли. Разве бывает что-то лучше яхт? Конечно. Автомобили. Быстрые, резкие, точные. Такие же эксклюзивные, как яхты, только стремительные. О том, что это не шутки, в компании «Марекс Боц» поняли, когда Вейас Паярскис принес заявление об уходе. Он и вправду вернулся домой и полгода жил в чертежах и раздумьях на пособии по безработице, создав первый в истории Литвы суперкар «Рина». Он же «Райна», он же «Носорог». Когда за создание автомобилей принимаются непрофильные инженеры, всегда получается интересно. Но в основном это происходит с людьми из авиации. С моряками подобная редкость. Зато опыт работы со шпангоутами и бимсами очень помогает в проектировании пространственной рамы и каркаса безопасности. Локализация компонентов в Литве не проблема. Но ведь следующий шаг — автозавод. И здесь друзья Вейас и Юлиус сразу выбрали верное направление. Их автомобиль будет выпускаться в виде киткара. Машина из коробки. Его произведут в Литве, купят в Америке, получат по почте и соберут за 500 часов, как этому научила всю планету Икея. Следовательно, нет необходимости ограничиваться единственной комплектацией, и можно предусмотреть варианты с любым мотором, любой коробкой, подвеской, разным предназначением для трека, для улицы. Ведь кому-то станет интересно установить пару мировых рекордов за рулем литовской машины на треке. Кто-то помчится по улицам, заглянет на дрифт и выиграет со старта на светофоре. Через полгода работы машина стала понятна и убедительно, превратившись из чертежа в наглядный макет. В ней все было придумано самостоятельно, без использования чужих идей. Своя компоновка, геометрия, монокок, аэродинамика, дизайн, даже микросхемы и платы делали сами. Это очень широкий тематический охват, подразумевающий компетенции Большого конструкторского бюро. Но инженеров было только двое. Как показывает практика, большие КБ работают долго и всегда опаздывают. Когда сотрудников меньше пальцев на руке, получается быстро и в ногу со временем. От мечты, озвученной на борту яхты до выезда на испытательный полигон, прошло полтора года. И на трассе стоял уже не макет, а ходовой прототип. Все, кто оказывался на пути первого литовского суперкара, становились помощниками, друзьями, соучредителями, соратниками. Вео Гарнелис помог с помещением. В нем расположился фрезерный станок с ЧПУ. Затем к проекту присоединился еще один морской волк, Симонас Бачюрис. И фирма Райна Рейсинг сложилась во вполне мушкетерскую команду. Мы ведь помним, что Александр Дюма ошибочно из своего заголовка понял с опозданием. Но переделывать ничего не стал, и книга осталась в истории как три мушкетера, хотя их было четыре. Изначально готовя будущую машину к гоночным победам, многое в проектировании было сделано в соответствии с техническим регламентом Международной Федерации Автоспорта. Первые заезды показали, что машина получилась. У нее задний привод, секвентальная шестиступенчатая коробка передач, очень точный руль и резкий характер. Весной 2024 года, когда потеплеет и просохнет, первый литовский суперкар Райна РР-01 поедет на спецтрассу под управлением профессионального гонщика для калибровки настроек управляемости, тарирования АБС и контроля тяги. После чего начнется серийное производство, и первые машины отправятся к покупателям. Основной рынок Америка и Великобритания, где законодательство благосклонно относится к автомобилям из коробки, а также поощряет кастомизацию. А какой у Райна двигатель? Любой. Сейчас ставится V10 от Lamborghini Huracan объемом 5,2 литра, но клиент, оформляя заказ, будет выбирать, какой захочет, и ему на заводе сделают всю предварительную работу, чтобы он без проблем установил свой, подравившийся. Ведь не зря продажи начнутся в странах с разрешенной кастомизацией. Поэтому и цена первого литовского суперкара начинается с 25 тысяч евро за стартовый комплект. Полностью готовый Райна РР-01 с установленным двигателем и коробкой передач обойдется в 100 тысяч евро. Ребята из Райна Рейсинг мечтают, чтобы первая покупка состоялась все же в Литве. Так будет интереснее и полезнее и клиенту, и авторам. Как вы знаете, Bentley решила построить 12 реплик своего самого любимого, успешного и красивого автомобиля Bentley Speed 6 образца 1929 года. Для этого тюнинговое ателье Мюлленер заново обустроило у себя старый завод и принялось на нем по оригинальным чертежам, с использованием подлинных сохранившихся запчастей, изготовлением новых деталей по технологиям 20-х годов, собирать ограниченную серию долгожданных автомобилей. У них нет цены, они сразу бесценные. При этом весь тираж только 12 штук, но есть стартовый 13-й. Прототип Car Zero для отработки технологии проведения полного комплекса испытаний. Он поступит в заводской музей, но самые богатые коллекционеры мира попытаются выкупить его у фирмы Bentley, поскольку 12 штук на всю планету мало. На сегодня работа завершена, все 12 коллекционных реплик готовы. Но Bentley продолжает с упоением сумаковать успех и красоту модели Speed 6 и вместе с фирмой Little Car приступает к выпуску детского электромобиля. Это тот же Speed 6, но чуть меньше, 85% от настоящего. И он одноместный, с рулем посередине, но со стороны выглядит настоящим и не сразу понятно, что он немного иного размера. Компания Little Car – английский производитель исключительных автомобилей для самых богатых в мире детей младшего возраста в партнерстве с самыми роскошными автопроизводителями мира. Фирма образована в 2013 году. У нее шикарный девиз. Старинный или классический автомобиль, мотоцикл или современный классический автомобиль – это больше, чем объект, которым можно восхищаться. Это опыт, которым можно наслаждаться. Little Car гарантирует, что каждая их машина является официальным лицензионным продуктом и непременно копирует оригинал во всех подробностях, всегда имея чуть меньший масштаб, чтобы папа-миллионер не мешал отпрыску и ни в коем случае не поместился за рулем. Каждый экземпляр детской игрушки для юных миллионеров собирается вручную в Великобритании. Подразумевается, что никто машинку Little Car не выбросит. Когда ребенок вырастет, ее включат в завещание наравне с поместьем. На нем будут ездить еще и внуки, что обязывает Little Car гарантировать безупречное качество. До работы над Bentley Speed 6 фирма детских игрушек выпустила машинку Bugatti Type 35. Собственно, эта машина и стала для всей фирмы поводом для миллионерских забав. Поскольку в 1926 году сам Эторе Бугатти сделал именно такую детскую машинку своему сыну, а Little Car лишь воспроизвела ее в честь 110-летия фирмы Bugatti. Всего было выпущено 500 экземпляров. В 2020 году Little Car построила Aston Martin DB5 Джеймса Бонда в масштабе 66% от оригинала. Но в DB5 они смастерили две версии – дорожную подешевле и специальную, как у агента 007 подороже, со сменными номерами, выдвигающимися пулеметами, но не одноствольными, как в оригинале, а как у Терминатора – шестиствольными гатлингами, а также дымовой завесой. Обе версии двухместные, но взрослым будет очень тесно. Машинка подешевле стоит от 59 тысяч фунтов, машинка Джеймса Бонда от 95 тысяч фунтов. Тираж огромный – 1059 машинок. Еще одна – Ferrari Testarossa по размеру на 75% от настоящей Ferrari 250 Testarossa, одна из самых знаковых моделей в истории Ferrari и автоспорта. Машинка разработана и построена по чертежам, взятым в Ferrari Classic. Всего сделано 299 экземпляров. Машинка двухместная, очень шустрая, максимальная скорость – 80 км в час, что ставит под угрозу наследника папиных капиталов. Неспешно смакуя каждый шаг, сейчас идет работа над Bentley Speed 6. Поскольку электромобилю непременно надлежит попасть в завещание, с ним занимаются как с настоящим. И на данном этапе Little Car приступила к ходовым испытаниям. Занимаясь подобным бизнесом, невозможно быть только инженером. Подобный вид деятельности для настоящих пижонов, умеющих заморачиваться. Только эстеты высшего сорта понимают, как правильно подавать игрушечные Bentley и проводить подобающие ходовые испытания. Поэтому фирма Little Car взяла готовую машину, посадила за руль самую красивую и самую миниатюрную фотомодель и отправила ее в Швейцарию перевезти рождественскую елку, тем самым обозначив еще один вид новогоднего транспорта у респектабельных снегурочек. Необычность детского Bentley в том, что ему официально разрешено движение по дорогам общего пользования. Максимальная скорость игрушки — 72 км в час. Тираж — 99 экземпляров. Вопросы, ответы, но в основном реплики. Саша Милов. Ненависть о слонянах к электричкам восхищает. Как обладатель одного такого объекта ненависти, с удовольствием езжу и слушаю о слоняна. Под ником «Все мимо». Вы, товарищ Аслонян, врун и безбожник. Ремни ГРМ производства Балаковского РТИ ходят не 40 тысяч километров, как вы говорите, а от 12 до 17 с половиной. Проверено четыре раза на собственном моторе. Виктория ПРО. Почему проклятый Запад, который так злобно не дает прекрасной России возвыситься и стать независимой, неожиданно позволил все это Китаю? На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова